— Сергей Викторович, не напали бы, не было бы оружия с Запада? — Да нет, вы понимаете, мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине. Представьте себе, вот вы англичанин, так я понимаю. — Я вам называл цифры. Я называл цифры. 8 погибших в прошлом году, 7... — Я вам объясняю, что украинский режим бомбит свое собственное население, а вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать. А насчет геноцида, вот вы англичанин? — Англичанин. — Представьте себе, если бы в Ирландии, не в Северной Ирландии, а в Ирландской республике, запретили английский язык, как бы себя англичане ощущали? — Ну точно, не вторгались бы в Ирландии? — Нет, подождите, это вас не унижало бы? Русский язык запрещен на Украине. Попробуйте... — Что нельзя говорить на русском языке? — Попробуйте на улице, в Киеве, когда там гуляют молодые люди определенной внешности, поговорить на русском языке. Попробуйте. — Ты ебанат, Лавров, у меня себе на русском языке, на украинском канале, блин, в присутствии граждан Украины, говорю, на русском языке. — Ты ебанат. — Последний раз я то же самое говорил на русском языке какому-то мужику, никто не даст соврать, я вне эфира, я общаюсь на русском языке. — Последний раз я такое говорил бомжу на улице. — Это вообще прекрасное ощущение, что ты можешь разговаривать на одном языке и говорить то же самое бомжу на улице, что и министру иностранных дел России. — Правильно, потому что украинская мова — это для чемной разговоры, а российская — это для спілкувания с бомжами и лавровами. А что касается специфической внешности, то я думаю, что ваша внешность, паня Лаврова, у нас была бы целиком специфична ваша внешность. — Потому что у нас, ну, вы видели у нас на улице, на Хрещатику, скажем, там, каких-то там, ну, чтоб ишов кинь, вот, в окулярах? Я никогда не видел. — Я все життя спілкувався, я оскільки до 24 лютого спілкувався с Карасьом, я не помню, чтобы я с ним спілкувався украинской мовы. Он спілкуется украинской, и я с ним разговариваю российской. — Ну, бачите, вы вот… — Людина… — Ну, не треба пояснивати россиян. — Людина специфичної зовнішності в цьому. — Давайте так, давайте так. Це взагалі наше діло, якою мовою тут хто спілкується. І вважати, що тут прилітає російськомовним, ну… — Ну, чувак ж розповідає, тут потрібно згадати початок. Він каже, Росія не нападала на Україну. — Так, нападала, так, так. — Украинський режим бомбить свої. — Росія захищає росіян, яких вбивають в Україну. — Росія захищає росіян, яких вбивають українців. — Вот. — Поэтому, защищає росіян, яких вбивають українців, Росія разбомбила весь Мариуполь, Росія разбомбила половину Харкова, треть Чернігова, половину Сум, убила більше 300 дітей, убила більше 30 тисяч гражданського населения, уничтожила Бучу. Среди моих соседей в Буче, кстати, нет ни одного украиноговорящого человека, я ни с одним из них на украинском никогда не говорил. Русскоговорящий Бучу наполовину так точно, наполовину так точно русскоговорящий Гастомель, русскоговорящий Ерпень. Редактор субтитров О.Голубкин